Всех приветствую! Ну что, продолжу я отвечать на вопросы, которые повторяются неоднократно. Я буду повторять одно и то же, но с умным лицом, делая разную интерпретацию моих объяснений. Потому что каждый раз я говорю об одном и том же, и каждый раз одни и те же вопросы. И поэтому я бесконечно буду вам отвечать, ну, придумывая какие-то новые слова. Блин, клёвое творчество. Клёвое. Поэтому вы можете каждый раз заваривать один и тот же чай, каждый день, по-новому, придумывая всё более и более изощрённые способы этого творчества. То в бокал, то в кружку, то в пиалку, то пакетик вот так, то оставить, то выкинуть, то с сахаром, то без сахаром, то с вареньем. И вот я точно так же интерпретирую все ваши вопросы, одни и те же, об одном же, с разных точек, углов обзоров и разных слов употребляя, и, может быть, до кого-то это дойдёт. Вот. Так что, минутка юмора. Была, прошла, сейчас мы поговорим о более умных вещах. Сейчас найду вопрос. Я не готовилась. Включила просто, потому что, тадынь, захотелось включить. А, пока я сейчас тут ещё ищу. Вопрос сейчас был. Нелли, я нихрена понять тебя не могу. Блин, я бы прочитала этот вопрос. Он был на телефоне, а телефон вот стоит, меня записывает. Короче, вопрос был такой, чем мне нужно сконцентрироваться. Вы уже знаете по прошлому моему видео, что я всё забываю. И это очень круто, когда моя память чиста. Я всё время, как белый чистый лист, каждое мгновение времени уже настолько себя натренировала, что я ничего не помню, ничего не знаю, постоянно спрашиваю, что это. По-новому живу, кайфую. То есть моё творчество, жить вообще каждый раз по-новому и каждый раз как будто, блин, в первый раз. А может быть, я очень быстро перемещаюсь по реальностям, там всё новое, поэтому, блин, я нифига не помню. Вот, но это неважно. В общем, смысл такой, что я сейчас пытаюсь вспомнить вопрос, который был такой классный. И тётке ответила, а она потом такая, точно, как я это не понимала раньше. Я забыла. И вот сейчас то, что я два с половиной минуты болтала, я считаю, что это нужно удалить, и в эфир это не пойдёт. Поэтому я нажму пальчиком, якобы. Вот. А сама хочется это ставить, потому что, согласитесь, было весело. Так. Это я сейчас учусь юморить, так как с юмором, как говорит мой муж, у меня вообще проблемы. Он всегда мне называет Путиным. Хотя я так думаю, что наш президент Путин очень юморной чувак. Ну, вроде да. Ладно. По ходу пьесы. Я сейчас буду читать свою блокнот, куда записываю ваши вопросы. А если вспомню тот вопрос, который задала мне девушка... А что же она мне задала-то? Я прям реально не помню. Ладно. Тогда читаю. Почему хотите жить вечно в этом, не из лучших миров? Разве не интересно, что в других мирах? Я над этим вопросом, пока я его писала, обдумывала. И, понимаете, даже не нашла, что сказать. Но сейчас, раз я его прочитала, мне уже просто нету вариантов отлынивать. И мне придётся хоть как-то на него ответить. А чтобы на него ответить, ну, надо порассуждать. Во-первых, если я творец, своего мира, люблю квантовую физику, венханику. Какой чёрт там много не сломит. В общем, неважно, как это всё называется. В общем, я творю свою реальность. Я вообще не существую. Моё тело, люди, всё вокруг, всё элизиома, все наши мысли, формы, позиции наблюдателя. Всё вот это вот творит вокруг. Тра-та-та-та, я просто играю в эту игру, собираю опыт, кайфую, вспоминаю, кто я есть. Я есть всё, я есть Бог. Просто надо его вспомнить в себе. Сделать миллиард открытий, бесконечных вариантов, множество открытий. Себя, познать себя со всех сторон, из тёмной, светлой и все опыты. И, в общем, это очень круто. И поэтому, какой бы мир бы ни существовал для познания, всё равно создаю его я. Так, а с чего вы взяли, что этот мир не из лучших? Он у меня самый любимый. Я же создатель этого мира. Я его сотворяю для чего-то. Надеюсь, вы поняли, почему хотите жить вечно в этом не из лучших миров. Во-первых, он самый лучший. И это просто офигенно. Как это? Я же не творец с багами. Я не косячный творец. Я офигенный творец. Я так вижу, я так творю. Я художник, я так творю, я так вижу. Вот, вопрос, с чего это вы взяли? Вернее, какая-то часть меня взяла, что я херню там нарисовала. То есть моя картина мира какая-то херовая. Не херовая, она охуенная. Вот, и мне нравится в эту игру играть. Вот, и кто вам сказал, что игра должна быть всегда такой идеальной? Идеальна. Она идеальна в своей неидеальности. Она идеальна в своем непостоянстве. Она идеальна, блин, в этой неидеальной красоте. Потому что каждая травинка, каждая песчинка, каждое дерево, оно идеально вписывается в эту картину мира. Иначе, если бы не было там какой-то травушки-муравушки, мир бы был не полным, не целым. Там бы был вот этот недостаток. Но он настолько идеальный во всем. И паза желаний совпадает вот этого всего. И какой бы мир бы я бы не представила в своей голове. Я его создатель. Это мое творчество, моя фантазия. И если вы говорите про мир инопланетян каких-то, ну подождите, я еще и до них дойду, и их создам, если было бы желание. Кстати, про инопланетян сегодня с утра случайно увидела видео на YouTube, где царство и небесная женщина, не помню, как ее зовут. Она, в общем, астронавт и пилот русская. И участвовала там в разных экспериментах. Рассказывала про ИНЛО. И то, что они существуют. Об их подтверждении и так далее. То есть я уже задним числом походу создала всех этих инопланетных существ, которые над землей кружатся, вертятся. Вот. Все это тоже я. Все мои создания и порождения. Вот. Но я не имею в виду я. Я как в этом теле. Я всего лишь проводник. И часть этого мира. Имеется в виду... Я... Это не вся. Я... Бля, я даже не знаю, как это объяснить. Как можно объяснить? Необъяснимое. Вот. Я сделана из того же материала, что сделано все. И вы сделаны из того же материала, что сделано все. и вы, если клетка Бога, да, то, ну, то есть вы часть Бога, вы, то есть вы есть Бог. И я про себя говорю то, что я часть, я клетка этого мира. И поэтому я есть Бог. И все остальные миры, это тоже часть моей картины мира. и часть одного Создателя Бога. Да, но это не про тот Бог. Я не про церковь вообще. Ладно. А еще мне нравится, когда мне называют сумасшедшей. Сумасшедшей. И еще раз подтверждение, что наконец-то начинаю сходить с ума. То есть ум перестает контролировать мою жизнь, и я начинаю жить сердцем. Это так круто. Так круто. Как понять, люблю ли я мужчину? Это я уже следующий вопрос читаю. Ну, есть к нему благодарность, но секса с ним не хочу. О, видите, на секс переключились. Как понять? Никак не понять. Знаете уже просто задним числом. Не любите его, потому что вам нужно в первую очередь разобраться, что такое любовь. Если вы чувствуете, чувствуете по отношению кому-то чего-то, то это связь, это привязка, это то, куда тратится ваша энергия. На поддержание этой связи нужна энергия. Если вам не хватает энергии, вам нужна связь с людьми, чтобы подпитаться от них. Но подпитаться вы не можете извне. Вы можете себя только изнутри подпитывать. Такие дела, конечно, вы не любите. У вас есть куча причин, зачем вы хотите к нему присосаться, привязаться, подоиться. Но... Это офигенное зеркало. Раз вы его создали в своей картине мира, срезонировали, у него свой мир, у вас свой мир. Вы срезонировали вашими мирами в какой-то точке соприкосновения, и вам нужно получить друг с другом опыт какой-то. Вот. Просто осознайте то, что это очередной путник на вашем пути, который пришёл в вашу жизнь для того, чтобы вам отразить вас. А вы живёте и получаете опыт только для одного единственного. Для того, чтобы познать себя. Вот. Ну и себя познаём через окружающий мир. То, что мы в себе не видим, мир нам это покажет. Я не вижу цвет своих глаз, я подхожу к зеркалу, вижу, что они офигенно красивые, карие. Вот. Так вот. Мир — это тоже ваше зеркало, которое показывает о том, какой вы есть на самом деле. Вы есть не ваше тело, не есть только ваш ум. Вы есть ещё и весь остальной мир. И всё, что в вашем мире, это тоже всё вы. Это всё часть вас. И этот молодой человек, который вам нравится, если вам не хочется с ним секса, и не надо. Живите по своим желаниям. По поводу благодарности тоже осознайте, зачем вы создали этого персонажа в своей реальности, притянули, для чего он вам нужен. И как бы благодарить своих персонажей за то, что они классно играют в вашем театре. Театр ваш. Персонажи кино, театра ваши. Все эти актёры, они ваши. Они играют по вашему сценарию. Вы их можете поблагодарить за хорошую игру. Но ждать от них благодарности смысла нету. Стивен Спилберг тоже не ждёт никогда благодарности от своих героев. Так. Мне кажется, видео всё страннее и страннее. Таким образом, я вычерпываю муть. То есть, всю грязь из своего колодца выговариваюсь. мне походу нужно реально всю муть выговорить и когда-нибудь замолкнуть. Кайфовать сама с собой. Да, но когда от тебя прёт, из себя прёт, из меня прёт, вот, то это хочется вот делиться. Не потому, что хочется кому-то что-то сказать и научить. Нет, мне потому, что просто нравится по импульсу разговаривать. Вот, можно разговаривать с зеркалом, можно разговаривать с телефоном. Я записываю вот эти видео и очень часто удаляю. Вот, но некоторые достаются Олесе, которая их выкладывает на YouTube. И вот, что ещё хотела сказать. Видите, меня подстригли. И как вам? А, забыла сказать. в начале видео это надо всегда говорить. Всё, что я рассказываю, я рассказываю с позиции не 3D, не с позиции обычного мира, где ты жертва. Я рассказываю и меня люди поймут, о чём я говорю, только те, которые принимают причину в себе, с позиции то, что я творец, причина во мне. Всю ситуацию, вокруг которой происходит, творю я. С позиции квантовой физики, где наблюдающие творит материальную действительность. И его позиция наблюдателя определяет, кот жив или кот мёртв. Посмотрите эксперимент этого, Каташ Рёдингера. О чём я имею в виду? И поэтому я рассказываю с позиции только вот этой. Если вы считаете, что картина мира в 3D обычная наша, где вы просто живёте, ну, как бы внешний мир на вас влияет, тогда, как бы, вы не моя аудитория, потому что вы меня не поймёте, вы подумаете, что я сумасшедшая. Вот. А мне кажется, что весь мир сумасшедший, кто ещё до сих пор живёт в старом сознании старого мира, старой концепции мира. Вот. Это, короче, такая есть фишка. Все идут, а один прыгает навстречу. И вот эти все, они посмотрят на этого прыгающего, скажут, вот ты дебил. Идут люди дальше, видят, что навстречу там 10 человек прыгает. Они начинают задумываться, блин, а что это они прыгают? Может быть, это и нормально? А потом идут дальше и видят то, что прыгают уже все, а те, которые идут, их меньшинство. И тогда те, которые прыгают, думают, блин, они идут, они что дебила? А те, которые шли в натуре, почувствуют себя идиотами. Так вот, я вообще к чему это рассказываю? К тому, что в нашем мире почему-то вы решили, что большинство определяет правду. Да ни хера. Правду пускай каждый определяет для себя свою собственную, уникальную, с уникальным своим проявлением, а не косить под большинство. Короче, включайте свой мозг для того, чтобы он был вам офигенным переводчиком, вашей собственной правдой и живите так, как чувствует ваше сердце. Говорите то, что вы хотите. Делайте то, что вы хотите и начните чувствовать этот мир, чувствовать себя, ваши желания, ваши импульсы. Вот, если вы боитесь показаться глупым, а что подумают люди, то поймите то, что вы как раз таки и глупы, когда думаете, что вы можете показаться глупым. Вот, вот это самая большая глупость. Так, ну все, ладно, целую, пока. Пока.